Здравствуйте! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы, как обычно, разберем с вами один-единственный стих из Священного Писания, который находится в центре повествования, но который можно просто проскочить. Проскочить, потому что слова Христа, его чудеса захватывают, и кажется, ну вот какая-то маленькая связочка не имеет особого значения. А каждое слово евангельское, каждое слово — это благая весть. Благая весть о том, что Господь уготовил нам жизнь вечную. Ну и для того, чтобы мимо этой жизни вечной нам случайно не промелькнуть в своей суете житейской, то порой даже эта суета нас достигает при чтении Священного Писания, при размышлении над ним. Поэтому мы, по своей гордости, размышляя целиком об отрывке, не должны забывать, что надо ценить каждое слово. И вот сегодня мы прочтем с вами один-единственный стих из седьмой главы Евангелия от Луки, а именно стих номер 13. «Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, не плачь». Тут вот то, что я сказал про этот стих, что его можно проскочить, это не то, что «Ой, какие-то есть неграмотные люди, которые проскочат». Это я, конечно, священник, когда что-то говорит, он что сам чувствует, должен говорить. Потому что этот стих Господь видит, бедная вдова, единственный сын, ее хоронят, вспоминаем контекст. И толпа идет просто на сельчан, провожает. Ну, как бы вот потеряно горе, горе не мужа, не сына для еще, ну, для социального положения того времени. Женщина, которая не имеет вот какого-то мужского плеча, но тоже она, как можно сказать, не является полноценным членом общества. Но ей, конечно, она об этом не думает, только горе в ее сердце. И Господь берет, и тоже, почему проскакивши мимо этого стиха, вот предыстории я сказал. Потому что потом Господь-то воскрешает, воскрешает этого отрока. Он садится, начинает говорить, люди прославляют Господа, Бога на небесах. Ну, и воспринимают Христа все-таки пока что не как Сына Божия, а как пророка, но все равно вот такое великое торжество. То есть из скорби к торжеству. И вот на этом пути, когда-то вот все быстрее и быстрее убыстряются события, хоть коротенький, коротенький этот отрывочек вот этого чуда, коротенькое евангельское чтение богослужебное, на нем основанное. Но вот это можно проскочить. Однако здесь слова, которые имеют очень важный практический смысл для нас в какие-то тяжелые моменты жизни. Тяжелые моменты жизни, которые мы отнюдь не знаем, как они разрешатся. Вот смотрите, Господь ее видит и жаливается на дни. Для начала даже вот просто вот стих всего несколько слов. Бывают стихи, где длинное предложение, иногда даже пару предложений, а тут, по сути, даже фраза не закончена, Господь потом продолжает уже обращаясь к юноше. Но вот это то, что Он сказал матери. Прежде всего, тут даже не то, что Он говорит. Господь увидел ее. Нам важно это помнить. Но Господь в других местах, вспоминаем, Господь, даже там объясняет апостолам, вот что волос на голове не упадет без ведома Господа. Но это не то, что Господь повернется только, когда волос упал, тогда Господь на нас посмотрел. Нет, Господь каждого из нас видит. Господь видит каждое сокрушенное сердце. Господь видит каждую боль, каждую слезинку, каждое вот действительно стенание, как и каждую радость, конечно. И вот можно подумать, когда ты глядишь на человека совсем несчастного, вроде этой вдовы. Ни мужа, ни сына. Все. Старость и в одиночестве, и в нищете. Какой ужас. Что, Господь отвернулся? Господь не видит? Нет, Господь увидит человека. И каждого человека, в каком бы он ни был состоянии, Господь заботится. И Господь заботится об этой вдове. Ну, тут, конечно, так удобно, может, сидя в теплом кресле, перед экраном, компьютеры, когда смотришь ролик в интернете, ну да, так попил чайку и думаешь, ой, там бедные вдовы, там бомжи замерзают на улице, воины где-то, да, ну, какой там следующий ролик, ну, или там, может, что-нибудь развлекательное посмотреть. Однако этот стих, его можно и к себе любимому применить, а не только там к нуждающимся. Потому что если его применять кому-то еще, то можно сказать, ой, ну, зачем мне о ком-то заботиться? Вот, ну, Господь же всех видит, батюшка объяснил, все, можно уже расслабиться, Господь ни от кого не отвернется. Нет, Господь-то не отвернется. Но мы просто видим, что там наверняка и молитва материнская, и то, что люди пришли, а вот этой несчастной женщине тоже ее как-то поддержать, проводить, может, уже и родственников не было, а вот просто кто-то соседей. Что вот эта любовь людей друг к другу, это как раз тот момент, в котором промысел Божий реализуется через руки нас, простых и недостойных грешников. Поэтому Господь видит, но еще Он видит, кто поможет этому человеку, кто мог бы помочь, кто мог бы подзаботиться, кто мог бы поддержать. Но кто вот поддержит или нет, другое дело. И Господь опять же видит, кто имеет в сердце вот это желание помочь. Господь видит, кто решается помочь. Господь видит, кто неравнодушен к чувству беде. Потому что если мы вспоминаем, что наш путь спасения в восточном христианском богословии, это обожение, то есть стать как Бог, стать как Христос. Не торговали там злые добрые дела, как западные христиане, как католики в средние века думали. А действительно, уподобление Христу. То вот надо нам точно так же, как Христос, увидеть чужую боль. Не нужно этого бояться. Тут бывает другая крайность. Люди впечатлительные, себя накручивают. И даже вот люди смотрят, почему я никому не советую все-таки смотреть телевизионные выпуски новостей, лучше прочитать. Потому что картинка, горло сведущего, там такие бомбежки и так далее. И человек себя накручивает. У него не появляется даже сочувствие, а появляется вот некоторый страх, некоторое беспокойство. Вот точно так же наша задача не просто вот думать, ой, какие ужасы в мире творятся. Господь не просто увидел, ой, вдовы в Израиле две тысячи лет назад, как они скорбели сыновьям. Он увидел конкретного человека. И наша задача не смотреть глобальное горе, как все там тяжело в стране, в мире и так далее, а видеть отдельного страдающего человека и ему сострадать. Уже даже если есть сострадание в твоем сердце, к человеку, то это уже добродетель. Это то, чем ты становишься похож на Христа. Идем дальше. Господь жалился над ней. Вот Господь и его жалость, которая должна быть. Должна быть, даже если ты не в силах помочь. Господь всемогущий. Ну, кажется, вот я слабый человек, а тут Господь. Вот я не могу воскресить, а Господь может. Ну, или там миллионер может там как-то помочь, опираться кому-то там платить, а я, ну, в принципе, особо-то и помочь не могу. Речи пока что не идет. Тут в этом стихе мы прочитали, там Господь действий нет. Есть описание того, что Господь ее видит, что Господь, что в его сердце происходит, и заключительные слова, которые мы еще чуть впереди разберем. Нет никакого действия. Но вот то, что ты взял, и ты не просто отдельно увидел, а то, что ты жалился, еще, видите, вот это как раз тебя и делает похожим на Бога. Потому что тоже очень, может быть, такая двоякая ситуация, что вот не, я как-то отдельно, мне сейчас не до беспокойства. Я вот когда не вижу, я решил свои дела, свои проблемы, тоже в тепле и уюте, и думаю, ну, вот как бы мне там помочь кому-то. Причем не обязательно это не в смысле помочь деньгами, может, ну, просто то, что человек в тяжелой ситуации, надо как-то время уделить, внимание, заботу, ласковое слово, что, может, даже человек сам виноват в этой ситуации, но все равно вот где наше христианское чувство. Но вот мы человека берем и его не видим. Да, у нас жалость сердца получилась, но человека мы не видим перед собой, мы от него дистанцировались. Или наоборот, мы идем и, правда, смотрим, вот тут какой-то там человек несчастный там замерзает, тут человек там стоит, потерялся, не знает, в какую сторону пойти. То есть мы видим, но жалости не возникает. То есть у нас вот эти два процесса, жалости и созерцания человека, они разведены. Как мы помним, Отец всякого разделения, это наш лукавый супостат, а Господь нам говорит, просит своих учеников и апостолов, ну, и нас вместе с ними, будьте едины, как я с отцем. И вот как раз грех — это основа разделения, добродетели — это основа соединения, объединения. И вот мы то, что вот не разделяем, увидели, сожаление появилось. Сожаление появилось, наоборот, мы стараемся увидеть проблему разрешить, от нее не отвернуться. Вот это очень важно. Можно думать, вот как мне там научиться любить врагов? Да, какой врагов? Мы даже ближних своих не научимся любить, или даже умения, которые у нас есть, потеряем, если вот у нас это будет разделяться. Даже вот среди домашних. Да, вот что, ой, нет, там кто-то домашний раздраженный, у него проблемы, я лучше от него дистанцируюсь, я это не буду видеть. Да, вот, ну, я его как-то заочень пожалею. Нет, нужно, нужно обязательно, понятно, взвешившие силы, понятно, есть другие евангельские места, которые тоже призывают вот на гордость не опираться, осторожней быть, тем не менее, обязательно. И стараться прийти к человеку, увидеть его, и уже, чтобы эта жалость была, сожаление, сострадание. Если мы вспомним, то сострадание — это то чувство, которое нам образец показал человек как раз не такой совершенный, как Господь наш Иисус Христос, путь, и по сравнению с нами, это, ну, само совершенство, превыше Херувима, Серафима, предстоя владычества нашей Богородицы, которая стоя у креста, по пророчеству, которое было дано, когда еще Господь был младенцем, что душу и оружие прошло. И поэтому это сострадание, человек каждый, который сострадает, может надеяться, что предстоя Богородица обязательно поможет, защитит, заступит. Тоже наше собственное страдание в сердце возьмет. И Господь говорит, не плачь. Важны вот эти слова. Важно, что мы берем, и мы, Господь может, еще женщина не знает, воскресит, исцелит, что он там сделает, да, может, там замуж она выйдет, еще ребенок родится, ну, неизвестно. Пока что просто вот эти слова. Даже если мы не можем ничего сделать, исправить ситуацию, да, понятное дело, не нужно многословия. Господь не начинает говорить, ой, вот то-то, то-то, нет. Он просто говорит, не плачь. Это не в смысле указания тут, то, что, ой, я приду, и как Господь буду говорить на похоронах, не плачь, не плачь. Это Господь говорит, как власть имеющая, а мы, увы, как книжники и фарисеи говорим. Но в любом случае, что вот это проявление внимания уже, это оно имеет самостоятельную ценность. Да, потом уже мы действуем, можем помочь, не можем помочь. Но вот то, что ты проявил, что ты сказал, да, вот недаром Бог слова, недаром, что речь нам дана по образу и подобию Божию, как возможность общаться, контактировать друг с другом. Конечно, мы ее можем осквернять грехом, ненавистью, но можем, наоборот, укреплять в любви. И Господь говорит, не плачь. И это очень важно и в утешении ближнего, но это пригодится и нам самим, потому что все-таки мы люди самолюбивые, о себе думаем. Потому что вот Господь берет нас, утешает. У нас проблемы на работе серьезные, потому что работу потеряли даже, да, там, со здоровьем, у близких со здоровьем. И мы приходим и молимся в храме, да, и мы берем, читаем Евангелие, тоже благовесть. Но нету пока еще никакого повода для радости. Почему я должен унывать, не плакать? И сцена говорит, давай, унывай. Так надо ждать. Господь сначала не то, что он взял, воскресил отрока, а потом говорит, ну, а теперь не плачь. Тут от радости можно там не плакать. Нет. Это можно сказать, вот некоторые наши взаимодействия с Богом, мы показываем свою веру, мы свое доверие. Почему христианин, он на похоронах даже близкого человека, он скорбит не то, что, ой, я бедный, несчастный, остался как же без своего любимого человека. А христианин должен скорбеть о душе, беспокоиться, о достигнет душе близкого рая, не отделит грех. Моя обида не подтолкнула к погибели души вот моего собрата, моего родственника, моего друга. Вот это нас беспокоит. Что, но вот в начале Господь именно ждет, ждет нашего шага веры, доверия ему, когда Господь говорит, не плачь, я тебе принес благую вести евангельскую. И вот если мы берем и отстраняемся от уныния при наших реальных проблемах, не просто каких-то там выдуманных, а вот вполне серьезных, материальных, там со здоровьем, да, с отношениями какими-то испорченными. Если мы взяли и доверились Господу и как бы вот перестали там плакать, ну тут не то, что речь не о том, что слезы у нас там, влага выделяется из нашего организма, из глазок. Нет, а речь идет о том, что вот уныние мы отвергаем и надежда на Христа в нашем сердце живет. То рано или поздно Господь оправдает. Господь же, он ни разу не остался в долгу. Господь же, он ни разу не обманул. Он совершенный творец неба и земли. И Господь и здесь обязательно, вот кто терпеливо доверившись Господу от самоедства, от самолюбия, от вот этого уныния, будет стараться хотя бы отстраняться. Чем больше ты этих стараний приложил, чем больше ты прислушаешься ко Христу, тем больше потом что-то благово произойдет. Вот мы знаем, что дальше произошло, но в этом стихе все заканчивается. На этом стихе закончился. Точно и так же, и вот мы тоже, может, сейчас у нас тяжелый момент жизни, и не видно вот этого какого-то там радостных перспектив, но тем не менее они есть. Господь приготовил для нас Царствие Небесное, и возможно, что уже Царствие Небесное нас ждет, и прямо скоро мы в него попадем, раз умерли от неизлечимой болезни, и в Царствие Небесное попали. Ну, в принципе, уже здорово. Ну, а может, нам все-таки не так еще повезло, и поэтому на грешной земле еще нам Господь тоже даст пожить, но все-таки заодно и порадоваться радостями этой простой смертной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok